Добрый день, уважаемые участники! Приветствуем вас на 37-м заседании международного педагогического семинара для магистрантов, аспирантов, докторантов и научных руководителей. Сегодня первая тема в этом календарном году связана с очень важной задачей исследования, обоснованием научной и практической значимости. Мы рассмотрим эту проблему на примере проблемы личностно-профессионального саморазвития студентов в информационно-образовательном пространстве. И докладчиком сегодня выступит Оксана Геннадьевна Сорока, доцент кафедры педагогики и психологии начального образования, кандидат педагогических наук, доцент, докторант кафедры педагогики. Оксана Геннадьевна, передаю вам слово. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники семинара. Итак, мы сегодня говорим о том, как исследователь определяет научную и практическую значимость своей работы. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что методологический аппарат исследований, характеристики которого вы видите на слайде, позволяет нам определить способ организации, сохранить смысловое единство, и обеспечивает одновременно субъекта личностный характер научного творчества. В общем-то, и с этим аппаратом, с этими характеристиками исследователь работает на протяжении всего времени подготовки и проведения своего исследования. Хочу обратить ваше внимание на такие позиции, как научная и практическая значимость исследования. Они, на мой взгляд, являются основными характеристиками, которые, в общем-то, и позволяют нам говорить о том, насколько качественные результаты мы получили в ходе нашего исследования. Давайте обратимся к вопросу о том, что же отражается в научной и практической значимости исследования как такового. Прежде всего, научная значимость показывает нам влияние результатов научно-исследовательской работы на существующие концепции, идеи, методы в области той дисциплины учебной, или той научной сферы, которую мы исследуем. Теоретическая значимость, по сути дела, характеризует те изменения, которые происходят под влиянием полученных в ходе исследования данных. И, в общем-то, значение для науки этих результатов определяется тем, какие проблемы, концепции, отрасли знания вносятся изменения. Насколько они направлены на развитие науки, насколько они пополняют ее содержание. Фактически, при определении научной значимости, мы, в первую очередь, обращаем внимание именно на характер и качество изменений, которые мы получали. Этим значение для науки, как методологическая характеристика, отличается от новизны исследования. Фактически, мы говорим о том, что понятие новизны, безусловно, несколько шире, чем понятие значимости, и оно, так скажем, вбирает в себя теоретическую значимость исследования, те факторы, те условия, те модели, которые позволяют нам получить качественный результат. Научная значимость – это комплексный показатель, который связан с тем, что исследователь в ходе своей работы вносит какие-либо новые элементы в существующие концепции, идеи, подходы, либо же обращают свою концепцию, подход. Это достаточно, так скажем, амбициозная задача для педагогического исследования, но, тем не менее, это тоже возможно в соединенных условиях. Безусловно, этим и определяется, так скажем, то новое и значимое, что вы вносите в науку. Если говорить о доказательности, концептуальности, результаты, то доказательности концептуальности связаны с тем, что разрабатывается определенная теория, принципы, как эти теоретические положения, которые формулирует исследователь, в ходе эксперимента вы эти выводы подтверждаете. Перспективность исследовательской работы может быть связана с тем, насколько результаты позволяют нам провести работу в разных областях. Или же мы эти результаты можем расширять в пределах одной какой-либо области. Фактически, активы открываются в рамках предложенных идей и подходов. Поэтому, в общем-то, теоретическая значимость исследования может проявляться в разных формах, которые позволяют нам определить значения для науки. Но прежде всего, мы можем решать новые проблемы, которые, конечно, вообще не ставились в науке, либо же, так скажем, рассматриваться какой-то отдельный аспект этой проблемы, и целостного рассмотрения, так скажем, она не получила в науке. Для педагогических исследований, наверное, сложно определить такие новые проблемы, но, тем не менее, мы говорим о том, что есть определенные вызовы современные, на которые педагогика, как наука, как развивающаяся отрасль человеческого знания должна реагировать. Ну, в частности, если говорить в контексте проводимого мною исследования, мы говорим о том, что цифровизация, информатизация общества, да, это тот вызов, перед которым педагогическая наука, который ставит перед педагогическим определенные задачи, которые необходимо разрешать. Поэтому, как бы, может быть, и такая ситуация, когда мы решаем новую проблему по влияниям тех изменений, которые происходят в первую очередь в обществе. Может быть, теоретическая значимость может связываться с тем, что мы объясняем или предсказываем возникновение фактов и явлений, которые вот с прежних позиций, то есть, не было возможности объяснить, то есть, не хватало какой-то доказательной базы, не было разработано определенных принципов, подходов, которые бы трактовали эти явления. Также, может быть, значимость связана с тем, что мы открываем определенные пути для того, чтобы разработать новые подходы, новые методы для исследования. Либо же мы уточняем возникшие идеи в науке и пытаемся, так скажем, их обосновать с точки зрения приоритетных исследовательских задач. Также научная значимость исследования может быть связана с тем, что мы предлагаем практическое, не практическое, а практикам, предлагаем на основе наших полученных данных принять определенные решения в области практической деятельности, в области образования. если говорить о теоретической значимости, научной значимости работы, как правило, эти понятия синонимичны, чаще всего мы употребляем либо теоретическая значимость, либо научная значимость. При обосновании своей работы мы говорим о том, что мы характеризуем ценностную сторону результата, какую ценность для науки в первую очередь, имеет полученный нами результат. Мы смотрим, каким образом этот результат влияет на то, что на те концепции, которые уже существуют, уже разработаны, доказаны, приняты, так скажем, к практической реализации. И также мы определяем на основе этого, какой вклад непосредственно сам исследователь вносит кулисной работы в, скажем, ту область научного знания, которую мы исследуем. Если характеризовать научную значимость, то, безусловно, можно выделить, выделяют исследователи несколько уровней, которые связаны с тем, что мы определяем степень и широту влияния на теорию. В частности, выделяют общепедагогический уровень, либо дисциплинарный уровень, то есть, насколько мы широко охватываем в своем исследовании ту научную область, в которой мы работаем. Да, наше исследование может оказывать, допустим, если это общепедагогический уровень, влияние на большую часть областей педагогики, на все области педагогики. Мы, так скажем, в рамках своего исследования выходим за рамки какой-то конкретной дисциплины и предполагаем, получаем общие методологические, общетеоретические положения, которые могут быть использованы в разных, так скажем, областях, в разных направлениях педагогики. если мы говорим о дисциплинарном уровне исследования, то здесь мы как-то симферизируем на разнообразие связан с тем, что мы анализируем, вносим изменения, уточняем те или иные понятия, категории, которые приняты в этой дисциплине, а также разрабатываем закономерности, методы, которыми эта дисциплина может оперировать. Если говорить о таком критерии, как степень, решаемых проблем, то можно говорить о общепроблемном уровне и частнопроблемном уровне нашего исследования. В частности, если исследование выполняется на общепроблемном уровне, то результаты исследования изменяют уже существующие теоретические представления и служат дальше основой для разработки этой научной дисциплины. Если мы говорим о частнопроблемном уровне исследовательской работы, то здесь мы говорим о том, что какие-то частные вопросы научной области затрагивает исследователь и изменения полученной результаты касаются именно тех, которые он выделил для своего исследования. Можно сказать о том, что уровни достаточно условны, но тем не менее ориентация на эти уровни позволит исследователю четко определиться в какой точке значимости исследования он находится, в какую область, либо же это однопредметная область, либо же это коммерческая область. исследование в общем-то определение уровня своего исследования позволяет нам четко дальше прорабатывать его методологические характеристики, потому что мы тогда понимаем уровень и уровень в рамках одной дисциплины, в рамках какой-то области предметной мы работаем, либо же мы выходим на, так скажем, межпредметное обобщение и разработку на основе этой определенной концепции идей. Если говорить о практической значимости исследования, то здесь мы обращаем уже внимание на такой компонент, как внедрение результатов практической значимости мы отражаем, а что же изменилось при внедрении наших результатов. при апробации тех положений работы, которую мы так скажем провели. Фактически эти изменения и характеризуют, и являются так скажем ответом на вызов на какие-то затруднения, проблемы в практической деятельности и фактически наша работа сводится к тому, чтобы определить эти затруднения и понять, как их исправить, и отразить практической значимости именно вот эту сторону изучаемого на явление, т.е. проблем и способ их строительства. И когда мы говорим об оценке исследования с точки зрения его практической значимости, то мы также характеризуем те практические задачи, которые позволяют решать созданное исследователем научное знание. И мы определяем область практической деятельности, в котором необходимо применить наш результат. Поэтому в общем-то критерий практической значимости характеризует реальные достижения в обучении и воспитании, организации видов деятельности, которые стали результатом использования теоретических наших положений, теоретического исследования практики. Фактически, говоря о практической значимости, мы также определяем уровень этой характеристики. Были часто методический уровень, общий методический либо общий дидактический уровень, в зависимости от того, насколько масштабно наши результаты повлияли на исследуемую проблему. что еще какие еще критерии позволяют нам судить о уровне наших исследований. Мы говорим о том, что и подчеркивают практическую значимость. Это и число пользователей, которые участвуют, которые заинтересованы в разрешении этой проблемы, в внедрении результатов нашего исследования. Это и социально-экономический эффект, который мы получаем и готовность результата исследования к использованию. То есть насколько исследователь представил свои результаты в пособиях, в опубликовал их, так скажем, в среде общественности педагогической и насколько эти результаты вообще можно использовать, транслировать, воспроизводить другим участникам образовательного процесса. Поэтому фактически практическая значимость состоит в том, что разрабатываются определенные предложения, рекомендации по тому, как использовать полученный результат практической деятельности. в каких точках своей работы исследовательской мы с вами обращаемся к практической и теоретической значимости. Прежде всего надо сказать о том, что определение значимости исследования это, так скажем, непрерывный процесс, пролонгированный процесс, и на всех этапах своего исследования мы как исследователи постоянно обращаем внимание на значимость планируемых результатов, либо же полученных результатов, в зависимости от того, в какой точке исследования мы с вами находимся. Поэтому фактически пошагово мы всегда дополняем, мы всегда корректируем те характеристики, которые мы на этапе проблем исследований, когда мы выстраиваем основные методологические исследования, когда мы определяем актуальность к теме исследования, проблему, мы обязательно учитываем значимость, учитываем полученные ранее науки, данные другими исследователями и на основе этого анализа фактически мы делим историческую работу предстоящую, мы смотрим, насколько эта проблема отражена в исследованиях, полностью решена ли она, вообще кто-то брался за решением этой проблемы из исследователей или же эта проблема осталась, так скажем, или возникла недавно, либо же осталась до сих пор как-то так скажем оставалась незамеченной, неучтенной другими исследователями. Поэтому на этапе проблематизации, когда мы работаем с аппаратом исследований, мы уже сразу обращаем внимание на значимость, которую впоследствии получит наша работа. Безусловно, в процессе выполнения исследования мы постоянно рефлексируем, постоянно обращаемся к тем результатам промежуточным, которые мы получаем и отслеживаем в первую очередь смысловое единство, о чем мы говорим, металлических характеристик, то есть насколько характеристики темы объекта, предмета, исследования, цели, задач, положений и значимости они, так скажем, позволяют научить целостную картину о проведенном исследовании и анализируя, выстраивая эту целостную картину, мы опять-таки обращаем внимание и на значимость нашей работы. Безусловно, очень важно при рефлексе четко определять содержательные линии и очень конкретно смотреть на тот конкретный практический результат, который и теоретические так скажем положения, которые мы раскрываем, чтобы максимально так скажем точно и четко их объявить. Это одна из важных характеристик, которые позволят нам работать и определять значимость. Значимость имеет исследовательская работа для науки. В частности, Александр Ильич Кочетов выделяет несколько групп вопросов, связанных с теоретической значимостью, с практической значимостью исследования. В частности, теоретическая значимость, базовый такой вопрос, определяется, что нового вы вносите вновь. И чем конкретнее исследователь четче определяет свою позицию в плане теоретической значимости, тем лучше. В частности, вот такой пример вопроса будет. Вы считаете педагогическую культуру шире, чем педагогическое мастерство, а Зизен, наоборот, включает педагогическую культуру в педагогическое мастерство. Кто же прав? То есть, вот сравниваются две позиции исследователя и уже, так скажем, именитого ученого, для того, чтобы определить опять-таки теоретическую значимость работы. И еще одна группа вопросов будет касаться практической значимости работы. Вопросы, как правило, формулируется достаточно просто. кто и как может использовать результаты, какие трудности могут быть при использовании и внедрении этих результатов, применимы ли полученные вами результаты в других условиях, например, вы использовали и исследовали сельские школы, можно ли это исследование развернуть, допустим, на базе городских школ. Как бы, можно ли получить идентичные результаты, если мы поменяем какое-либо из условий принятых в работе. То есть, безусловно, от того, как четко, как я качественно отвечаю в соискателе степени на эти вопросы, в общем-то, тоже определяется успешной защитой диссертации. И следующий этап исследования, на котором опять-таки связан с определением значимости работы, это этап, когда проходит экспертиза и оценка диссертации и здесь, в общем-то, я его расположила после защиты диссертации, может быть, так скажем, можно было его и дублировать до защиты, по сути дела. Фактически, дважды у нас обычно проходит экспертирование работы, до защиты, когда рецензируется работа, и уже после защиты, тем не менее, оценивается значимость в любом случае, и, в общем-то, здесь оценивается уже и определяется более конкретно уровень значимости работы, который и характеризует реальную ценность полученных результатов. Ну, в частности, Краевский предлагает для оценки уровня значимости работы пользоваться такими параметрами, как концептуальность, довезна, доказательность, перспективность и в зависимости от этих параметров он и выделяет четыре уровня теоретической значимости, которые имеют следующие характеристики. Если теоретическая значимость очень высокая, то результаты исследования обосновывают совершенно новые теоретические подходы, концепции идеи, которые раньше не имели места и существенно меняют представление об исследуемой области. Разработана целостная теория, определены принципы, применения теоретических положений на практике и на основе этих принципов даны рекомендации, которые подтверждены теоретически экспериментально. Открывается новое направление в данной области или смежных дисциплин и перспективы для прикладных исследований. Это очень высокий уровень теоретической значимости характеризует в работе и связан с принципиально новым результатом, который в науке ранее не исследовался, не получался. Если говорить о высоком уровне исследования, то здесь можно говорить о том, что исследование в ходе работы дополняет, развивает либо вносит новые элементы в существующие концепции, идеи, подходы. Наверное, это ситуация, которая присуща чаще всего исследованиям. Мы, как правило, уточняем существующие на сегодняшний день представления, положения, в ходе таких исследований разрабатывается теория, принципы применения теоретических положений на практике и выводы исследований обязательно подтверждаются экспериментально. Также результаты работы должны открывать перспективы для прикладных исследований данной области. Если говорить о удовлетворительной практической значимости, то здесь акцент смещается на охват научных положений, которые рассматриваются искатели. В частности, результаты такого исследования уточняют и конкретизируют отдельные положения в научной области, выдвигаются отдельные теоретические положения, частично подтверждаются выводы и перспективы, которые возможно реализовать в рамках данного исследования позволяют решать только отдельные вопросы в пределах темы проблемы. Здесь мы говорим уровень проблемы частной, которая затрагивается в исследовании. Если говорить о низком уровне значимости теоретической, то здесь фактически говорится об ее отсутствии, то есть уже проблема достаточно широко в науке освещена и исследована в разных ракурсах, поэтому исследователь не совсем качественно провел работу по определению актуальности, проблематизации своего исследования, поэтому результаты, как правило, такого исследования повторяют существующие уже теоретические положения, не уточняя, не дополняя их, и научная концепция, так скажем, фактически как таковая отсутствует в таком исследовании и не имеет перспектив для дальнейшей разработки. Если говорить о теоретической значимости, то там также можно выделить очень высокий уровень, высокий или же удовлетворительный, в зависимости от того, насколько важны полученные результаты для практической деятельности, ну в частности, для очень высокого уровня практической значимости характерна важность результата для всей научной области, а для, так скажем, эти результаты интересны очень широкому кругу исследователей, масштаб внедрения может охватывать как регионы, так и полностью страну, вот, общегосударственные масштабы имеются, и, в общем-то, экономически целесообразно внедрение таких результатов в практику работы, и, соответственно, те результаты, которые презентуются в исследовании, они полностью готовы к использованию и содержат определенные нормативные и методические рекомендации материала, которые могут быть тиражированы и воспроизведены. Если говорить о высоком уровне практической значимости, то здесь, в общем-то, результаты позволяют нам решать вопросы внутри научной области в пределах определенного крупного направления научного. Опять-таки, достаточно широкая аудитория пользователей заинтересована в этом результате. Ну, как правило, масштаб внедрения региональный и, в общем-то, экономическая целесообразность и готовность результатов к исследованию тоже представлены. То есть, для высокого уровня и практической значимости характерно то, что мы можем это предложенное исследователем, полученное исследовательное результаты внедрить и получить экономический эффект. Если говорить о удовлетворительном уровне практической значимости, то здесь мы говорим о том, что, как правило, это решение определенных частных вопросов, это отдельные какие-то организации, которые заинтересованы в внедрении этих результатов, это так скажем, низкая экономическая целесообразность, нет каких-то превращений социально-экономических в тех результатов, мы не получаем внедряя эти результаты и можно говорить о том, что результаты не готовы к внедрению в практику. Поэтому мы обязательно опять-таки работая над своим исследованием обращаем внимание на эти критерии для того, чтобы определить и понимать насколько наше исследование будет интересно и насколько оно своевременно и значимо для науки. В частности, четкого конечно алгоритма о том, как обосновать теоретическую или практическую значимость сложно выработать, сложно предложить такой четкий алгоритм, но тем не менее Александр Ильич Кочетов он дает ряд рекомендаций, ряд таких позиций определяет, на которые исследователь может обращать свое внимание, когда он работает с обоснованием теоретической значимости. В частности, эти позиции связаны с тем, что мы смотрим, каким образом предмет исследования влияет на практику, на научные положения. Мы смотрим на сущность изучаемого процесса и явления, как оно меняет существующие представления об этом процессе. Мы смотрим на стадии, этапы, которые претерпевают педагогический процесс, что в них меняется, каким образом они выстраиваются. это тоже одна из характеристик, которые позволят нам определить значимость исследования. Смотрим на пути средства, с помощью которых мы процесс выстраиваем наиболее оптимально. Смотрим на те положительные показатели, которые мы получаем и по которым мы отслеживаем эффективность процесса. Они тоже нам позволяют судить о изменениях, о результативности нашего исследования, тенденции, которые мы наблюдаем и так далее. Мы здесь акцентируем внимание именно на моментах, связанных с исследовательской работой, с экспериментальной работой. Когда мы проводим исследование, мы обращаем внимание на те аспекты, которые указывают в своих рекомендациях коджиках. Таким образом, еще раз повторю, что такого четкого алгоритма не существует, но тем не менее позиции, на которые мы должны с вами обратить внимание, они являются значимыми для того, чтобы определить результативность своей работы. В частности, когда работаешь над проблемой определенной, очень важно на каждом этапе своей работы, каждую металлогическую характеристику соотносить и рассматривать не только с точки зрения исследований существующих, направлений, которые в науке уже открыты и которые описаны, но и рассматривать сразу же под призмой, а что же я хочу, какой результат я бы хотел получить, и как этот результат будет влиять на научную и практическую деятельность. В частности, при обосновании актуальности есть ряд позиций, на которые я обращаю внимание, и в частности касающиеся того, что смена уклада общества, другие подходы к построению образовательного процесса, связанные с цифровизацией, с возникновением особого пространства информационно-образовательного, с тем, что мы внедряем компетентностный подход, формируем определенные групп компетенций ключевых, к которым в общем-то относится личностно-профессиональное саморазвитие. Мы говорим о том, что необходимость учиться в течение всей жизни, и запрос со стороны так скажем наших школ, наших так скажем потенциальных заказчиков кадров связан с тем, что мы должны готовить компетентного специалиста, который способен к самосовершенствованию, вот эти аспекты в актуальности рассматриваем проблемы и определяют позиции, которые связаны со значимостью работы. Ну, в частности, мы разрабатываем теоретические основы построения информационно-образовательного пространства, которые будут способствовать личностно-профессиональному саморазвитию, каким образом выстраивать какие инструменты, какие принципы, подходы должны быть обязательно учтены при проектировании такого пространства. Мы определяем, каким образом разворачивается процесс личностно-профессионального саморазвития в информационно-образовательном пространстве, и мы определяем с помощью какого методического обеспечения, с помощью каких инструментов мы, в общем-то, в информационно-образовательном пространстве можем регулировать, можем влиять на процесс личностно-профессионального саморазвития. И фактически вот эти уже позиции позволяют нам в первом приближении определять, в чем же будет значимость исследования. И как бы дальше прорабатывается исследование в таком же ключе, то есть что позволяет в информационно-образовательном пространстве работать с личностно-профессиональным саморазвитием, какие условия, пути, механизмы предоставляют нам информационно-образовательное пространство, и в общем-то, какие практические результаты мы можем получить в ходе исследования. и в общем-то все позиции, все характеристики исследования мы таким образом связываем и просматриваем, так скажем, первое приближение на этапе их проработки со значимостью нашей работы. фактически когда мы уже так скажем завершаем этапе уже оформления формулировки заключения по работе, мы еще раз прорабатываем эти позиции и смотрим какие изменения научные так скажем представления мы вносим. вносится в ходе исследовательской работы. Но в частности по той проблеме которой я занималась мы уточняем понятийный аппарат который связан с тем, что определяем личностно-профессиональное саморазвитие с точки зрения компетентностного подхода, то есть в логике уже компетенции мы определяем понятие информационно-образовательное пространство мы определяем понятие персонально-учебная среда, которая в общем-то возникает в ходе нашего исследования как одно из предпосылок для личностно-профессионального саморазвития будущих студентов. Также мы говорим о том, что теоретически обосновываются характеристики информационно-образовательного пространства в частности те, которые направлены на личностно-профессиональное саморазвитие а именно методологические подходы и в работе они раскрываются те детерминанты которые определяют функционирование информационно-образовательного пространства и фактически мы говорим здесь о модели информационно-образовательного пространства которая направлена на лично-профессиональное саморазвитие обоснование возможностей информационно-образовательного пространства в обеспечении личностно-профессионального саморазвития то есть как одно из важных практических теоретических материалов, теоретических выводов, которые получаются в ходе исследования, связаны с тем, что раньше мы рассматривали, чаще всего его рассматривают именно в плане того, как внешние условия для профессионалов. Здесь мы смещаем акцент и, соответственно, рассмотрение под другим углом с точки зрения личных профессионалов, саморазвитие данной проблемы позволяет нам выделить возможности информационно-образовательного пространства. Также еще одно положение, которое характеризует теоретическую значимость, связанное с тем, что мы представляем динамику личного профессионального саморазвития будущих учтений начальных классов именно средствами информационно-образовательного пространства, так каким образом этапно развиваются компетенции, которые его составляют. И расширяем научное знание об организации поддержки саморазвития будущего педагога в ВУЗе. Фактически, в конспекте, в контексте рассматриваем проблемы, на мой взгляд, пока в первом приближении теоретическая значимость ведется вне в этом. Если говорить о практической значимости, то мы здесь говорим о том, какие материалы, инструменты, ресурсы позволяют нам работать в информационно-образовательном пространстве над проблемами лично-профессионального саморазвития будущих учтений начальных классов. Поэтому практическая значимость связана с тем, что разрабатываются ресурсы, методическое обеспечение, дидактический инструментарий для того, чтобы потом можно было использовать в работе с... профессиональная подготовка будущих учтений начальных классов. Если говорить о том, какие на сегодняшний день проблемы, связанные с работой, с формулировкой теоретической практической значимости, могут возникнуть, то, наверное, на мой взгляд, эти проблемы связаны с тем, что иногда исследователь может переоценить значимость проблемы. Гораздо большой масштаб придать ей. Это связано с тем, что не получена литература, не достаточно полное представление исследователям получено о той проблеме, которой он занимается. Поэтому, безусловно, очень важно изучить детально, глубоко то, что исследовано до тебя и то, что, в общем-то, уже получено в науке. Еще один момент, который связан с определением значимости, это субъективность оценки проблемы. Она тоже определяет, насколько мы с вами проводим значимое исследование. Поэтому для того, чтобы избежать субъективности, безусловно, очень важно презентовать результаты своей работы как можно большему числу людей, чтобы получить обратную связь о том, насколько эта проблема существенна с точки зрения других людей. Чем больше, так скажем, возражений, сомнений мы с вами получим, тем меньше субъективизма будет, так скажем, в нашей оценке. Поэтому очень важно правильно определить эти аргументы и, запротив, определить их, чтобы избежать этой субъективности. Ну и еще один параметр – это неконкретность определения практической значимости. То есть, ну, как правило, очень часто исследователи допускают такую ошибку, да, вот результаты исследования будут востребованы широкой общественностью, точкой. Либо же результаты исследования будут применены в учебном процессе вуза. Все. То есть дальше вуза они не пойдут и, наверное, так скажем, не раскрывают такая регулировка фактически практической значимости. То есть я не понимаю, для чего я могу использовать тот результат, который исследователь представляет в своей работе. Поэтому очень важно вот четкость, конкретность и, так скажем, избежать вот повторений, новизны, задач исследования. Ну и в то же время обозначить тот круг вопросов, которые мы с помощью нашей предлагаемого результата в исследовании, да, можем решить. Ну и еще одна, так скажем, проблема, которая связана с исследованием, это то, что очень часто вот значимости, новизна, они, так скажем, трудно различимы в работе и повторяют друг друга, дублируют друг друга. Поэтому важно, чтобы избежать вот этой идентичности и определить четко влияние результата на науку и на практику. Есть еще одна проблема, конечно, ну это проблема объективная, я даже не стала выносить презентацию, но эта проблема связана с тем, что иногда результаты конкретных значимостей видна спустя определенное количество времени, да. И не всегда, да, вот, как скажем, теоретическая значимость совпадает с актуальностью, объективная оценка работы может быть до нас, путем, несколько лет, когда исследование уже, так скажем, состоялось. Поэтому удаленность результатов во времени исследования, да, это тоже одна из тех проблем объективных, которые, так скажем, сложно пролить исследованию исследователю при подготовке работы. Четыре этих, в принципе, от нас зависят, на них мы можем влиять, да, а вот проблема времени, конечно, это та проблема, с которой исследователь работать, так скажем, влиять не может. Ну, наверное, на сегодняшний день, вот, обоснование теоретической и практической значимости, хочется сказать, что это важная часть научно-исследовательской деятельности, и хотелось бы обратить еще внимание исследователей на то, что у нас есть инструкция, да, по подготовке диссертационного исследования, и хотелось бы адресовать исследователей еще и к тому, что они познакомились с теми требованиями, которые приведены в инструкции, там есть пункты, которые касаются подготовки заключения диссертации, и также определены те аспекты, которые мы в этом заключении должны определить, отразить, которые касаются научной и практической значимости нашего исследования. Поэтому, для того, чтобы еще раз обратиться к этой проблеме, я бы порекомендовала использовать определенную литературу. На мой взгляд, вот, эти авторы очень точно и очень, так скажем, конкретно и подробно описали о том, как работать над теоретической и практической значимостью исследования. Наверное, на этом у меня все. Вот, я бы хотела ответить на вопросы, если вы можете. Пожалуйста, уважаемые исследователи. Ну, может быть, пока вопросы поступают, вот так вот обобщенно хотела бы спросить такой вопрос, Оксана Геннадьевна. Он, конечно, дискуссионный, но в целом, какие бы вы дали рекомендации, когда мы говорим про теоретическую значимость, про понимание того, что мы сделали новое по сравнению с другими исследователями. Если в практической значимости понятно, вот, репрезентативную совокупность пользователей мы можем определить по статистическим данным, и это, кстати, тоже очень важная задача исследования, понять, кто их, сколько учреждений высшего или среднего специального образования изучает эту дисциплину, то есть, какие дисциплины мы можем обогатить и так далее, да, то есть, но это еще в масштабах страны можно понять. То есть, в плане теоретической значимости, вот, другие исследователи, на ваш взгляд, мы должны отграничить себя только от белорусских ученых, от российских? Я понимаю, что вопрос такой. На самом деле вопрос действительно очень серьезный, и чем шире охват исследований, которые вы анализируете, а работа на диссертации предполагает, да, что мы изучаем то, что создано уже в науке, то, что исследовано, и чем шире этот охват, да, тем он и качественнее позволит нам потом выйти на значимость. Важно, конечно, сейчас вообще в принципе невозможно, наверное, написать работу, не обращаясь к зарубежным источникам. То есть, это обязательно. У нас сейчас вообще золотое время в самом деле, когда нам, в университетах, мы можем знакомиться с исследованиями, не выезжая за границу, то есть работая в библиотеках, либо же работая удаленно дома. Поэтому на сегодняшний день проблемы, так скажем, с доступом к таким исследованиям не стоят. Есть масса научных сетей, есть масса научных сообществ, где можно получить, так скажем, экспертное какое-то мнение, и изучить статьи, аннотации статей. То есть, всевозможные системы научные, это, так скажем, наверное, та замечательная возможность, которая у нас сейчас есть, и которую мы используем для того, чтобы как можно лучше проработать проблему. Потому что от глубины проработки будет зависеть дальше и то, насколько мы определим по значимости исследования. Безусловно, очень важно анализировать и качественно анализировать тот инстриент, который мы уже представили. Спасибо. У нас есть вопрос удаленный. Бурак Ольга Владимировна, НИО. В исследовании по философии образования какой, на Ваш взгляд, может быть практическая значимость? Ну, мне сложно говорить о философии образования. Как бы немножко не моя область, но, тем не менее, на мой взгляд, философия образования, вообще философия, да, как область науки, она всегда определяет методологические основы, да, для того, чтобы развивались другие области человеческого знания. И, на мой взгляд, значимость и будет определяться тем, в каких конкретно областях может преломляться результат исследования. Мне сложно говорить, потому что я не вижу предмета исследования, поэтому здесь... Ну, в целом, наверное, можно говорить о том, что, если это философия образования, когда мы готовим специалистов первой и второй ступени, будущих педагогов, да, ученых, кадры высшей научной квалификации, возможно, речь идет о том, какие учебные дисциплины Вы обогащаете полученным новым знанием. То есть, та же методология, как тема, как отдельный предмет, да, даже у нас есть антропология на второй ступени, философия образования, здесь такой курс. То есть, вот эти все моменты тоже наверняка... Да, связанные с подготовкой специалистов, да, определенной квалификацией. Это и социальные эффекты, и экономически отсроченные в будущем. Есть вопросы? Хорошо. Ну, на мой взгляд, я говорю, важно вот именно для себя определить систему и постоянно к этому обращаться. И у Вас фактически исследовательская работа, на какой бы стадии исследовательской работы Вы не находились, у нас всегда будет связано с тем, что Вы еще раз обращаетесь к методологическим характеристикам, еще раз их, так скажем, шлифуете, шлифуете, шлифуете. Спасибо. Ну, еще вот такая реплика по поводу оценки знаний других людей. Вот есть еще определенные, скажем так, не знаю, социальные риски, да, я бы назвала их так, что если мы предоставляем свои результаты слишком большому количеству людей, в том числе не специалистам, у нас есть риск фрустрации, собственно, да. Поэтому исследователь, когда представляет результаты своего исследования, промежуточные в том числе, мне кажется, еще помимо всего прочего, должен формировать свою позицию исследовательскую, ну, на основе экспертных мнений специалистов. То есть, ну, это могут быть, конечно, и непосредственные пользователи, но тем не менее, какая-то иерархия, таксономия должна внутри выстраиваться. И вот на эти мнения нужно опираться. Но понимание того, что все мнения мы не учтем, оно тоже должно быть, но всегда вот очень важно, как Оксана Геннадьевна подчеркнула, понимать, что есть много мнений, их нужно изучить, и понимать, к какого подхода, в какой позиции вы придерживаетесь. Понимать, что всех подходов придерживаться нельзя, но знать, какие подходы есть в определенной сфере изучаемой проблематики, это очень важно. Поэтому мы вот здесь философское образование нам эти подходы философически задает, да, собственно, обобщает и конкретизирует. Спасибо большое за выступление, Оксана Геннадьевна. Благодарим вас, мы погрузились в проблему значительно, обогатились, обобщились, систематизировали еще раз. Я хочу подчеркнуть, что каждый раз, вот слушая мнения различных ученых, то есть взгляды на такую вообще теоретическую, методологическую проблему, каждый раз можно, ну вот, как книгу, которую перечитываешь, открыть новые контексты, открыть новые смыслы, и поэтому я считаю, что есть всегда смысл обратиться к этой проблеме еще раз, как было здесь сказано, на разных этапах своего исследования. Поэтому благодарим, Оксана Геннадьевна, за содержательный доклад и комментарии к ним. Спасибо всем участникам, и встретимся через месяц на следующем заседании. Спасибо. Спасибо.